Сколько хают, хают в нашу советскую технику. Она плохая, она такая, она сикаря. Вот, фраирователь вега, пластинки. Здесь есть только радио и фраирователь пластинок. Ну, разобрал я его, стало интересно, что же у него тут внутри. Ну, внутри я нашёл, конечно, на удивление, маленький блок питания, я думаю, тут что-то побольше стоит. Но это не телевизор, потому что здесь такое махиво питания, плата, которая очень легко найти вход под усилитель. Кстати, сзади есть, по-моему, даже вход под усилитель можно опустить. Через него послушать транзисторный звук, 8-ми ваттовый. Ну, я как понял, что вот эти динамики, 4 ГДШ, 4 ГДШ, да, 4 ГДШ-3. Но 4 ГДШ-3 я не нашёл. Было 4 ГДШ-35 или 38, 90-го года выпуска, 8-ом. Вот так. Ну, самый главный сюрприз меня ждал вот здесь. То есть, в том отсеке, где находятся непосредственно сами динамики, установлены вот такие вот ватные заглушки. Это меня очень удивило, так как, когда я смотрел разборы японских валёных манитофонов, там какой-то звукоизоляции, герметизации корпуса вообще не пахло. Там нет вообще. А тут целый такой поролоновый валик, ставленный вот сюда в отсек. Это делалось для того, чтобы не происходило резонанса. То есть, когда раскручиваешь динамики, происходит такое дребезжание пластмассы, как во многих колонках пластмассовых. Кстати, тут и толщина пластмассы приличная. В общем, такая акустика в этой Веге. Провериватель пластинок. Сейчас. Вегары 301C стерео. Что я с ним буду делать, пока не знаю. Знаю, что вот эта пара динамиков, я в интернете сейчас нашёл, она стоит 500 рублей. Она у меня есть. Называют их прямо аудиофильскими. Возможно, делал из них пару колоночек хороших. Громкости вполне хватит для прослушивания музыки. В принципе, это порадовало, что как бы не хаяли наши советские электронные приборы. Вселители там. А вот простенькая Вега, да, собрана. Она фиговая. Пластмасса, конечно, корявая. Не знаю, как её делали. Ну, открывая, а тут поролоновые такие заложки, чтобы просто не было резонанса, приближание вот этого паразитного, когда громко раскручиваешь акустику. Ну, вот такая история. Всем спасибо, всем пока.